Давай, пссс, парниша, ротика, меня ютуб точно заблокирует. Всем привет, меня зовут Инга, я творческий фотограф из города Калининграда, и я рада приветствовать вас на своем канале. Прежде чем начать, я бы хотела поблагодарить вас за вашу подписку, вас уже 500 человек, для меня это огромное достижение, спасибо, что вы смотрите меня, что вам интересно то, что я создаю. Я это очень ценю и буду стараться вам показывать все больше и больше своих закулисных историй. А еще мы с вами находимся в моей фотостудии, как вы видите, за моей спиной моя чистая обновленная цикла рама. Эту съемку заказала у меня Соня, то есть она была инициатором, скажем так, этого мероприятия. Ее запрос заключался в том, что она хочет что-то в лесу, что-то демоническое и доверяет мне полностью в образе. Единственное у нее было пожелание, она видела себя в темном пиджаке. Вдохновение, как и многие фотографы, я беру в Пинтересте, я как бы понимала, какие есть запросы, какие есть ключевые слова и начала делать подборку. Я скинула референсы Соне и говорю, вот можно что-то такое сделать. Она говорит, слушай, мне нравится. Для задумки нам нужна была ванная, а ванная есть у Юли. А с Юлей вы знакомы по видеофотосессии в бане, можете пройти по ссылочке и посмотреть. Юля это очень креативный и творческий человек, который умеет создавать локацию творческую для фотосессии или для видеосъемки просто из тряпочек и деревяшек, назовем это так. Я написала Юле, говорю, Юля, можешь ли ты нам ванную предоставить в лес и еще дым машину? Она говорит, вопросов вообще нет, никаких вопросов, все сделаем. Мы обозначили дату 30 марта, а это был где-то январь месяц. То есть на АБУ назначили дату, все. Я начала подготавливаться. Это Соня мне написала за, наверное, неделю до съемки. Она говорит, что у меня вообще нет никаких мыслей, как и что это будет выглядеть. Я говорю, не переживай, я картинку вижу целиком, все будет хорошо. С Соней мы уже работали, поэтому она мне, в принципе, доверяет, наверное, по стилю, скажем так, вообще по всем моментам. За день до съемки я подготовила все наряды, весь реквизит и все, я бывала уже на низком старте, так сказать. И вот мы собрались, мы поехали в наш лес. По пути мы купили 25 литров воды для заполнения ванны, купили еды и гуашь еще. Гуашь нужна была. Все, мы приехали на место съемки. Юля, как всегда, над нами смеялась, потому что я тот фотограф, который приезжает с полным багажником в машине, всякого реквизита и платьев. И она на прицепе везла в ванную в лес. На самом деле я очень рада, что у нас в городе уже весна, у нас тепло, у нас уже все расцвело, весь такой город красивый, я очень сильно соскучилась по лесным фотосессиям. Для меня это прям отдельное, отдельный бальзам на мое сердечко. Про свой внешний вид давайте так сразу же поясним. В общем, я не взяла головной убор, а мы были в лесу, а клещей у нас много, а везения у меня мало, поэтому у меня была косыночка. В общем, но не важно, как выглядит фотограф за кадром во время фотосессии, я считаю, важно, как выглядит модель во время фотосессии, ибо она в объективе. Поэтому я не боюсь быть смешной, главное безопасность. Мы никого не привезли, просто один раз у меня муж привез с собой Григория, клеща Григория. Поэтому больше мы клещей возить не хотим, поэтому меры предосторожности все принимаются. Да, кстати, мы обязательно, я на фотосессию покупаю баллончик от клещей и насекомых. Это обязательное условие. Плюс в процессе съемки я осматриваю модель, чтобы ничего не было. Это обязательно, потому что клещи это как бы не шутка вообще. Недалеко от нас отдыхали люди, жарили сосисочки, шашлычки, пили пивко. И мы тут такие с ванной в лес приехали. В общем, мы людям устроили небольшое шоу, чему они, наверное, были искренне рады. Также фотосессия планировалась квадрокоптером, поэтому также в процессе съемки участвовал и мой супруг. Первая задумка, скажем такой, первый образ, это была пустая ванная. Соня лежит в пиджаке и укрытая, господи, плющом. Укрытая плющом, добавляем дым и сам проходит процесс. И да, она выбрала еще, что хочет себе рога. Рога у меня старые, это я еще с Алиэкспресса, по-моему, их заказывала. Все, мы начали творческий процесс. Кстати, съемка начиналась в 2.30 дня. Для тех, кто понимает, в это время солнце достаточно жесткое, то есть свет от солнца достаточно жесткий. Но в этот день была дымка на небе, то есть свет был рассеянный, то есть солнце не осветило настолько ярко, как могло бы быть. А самый плюс вообще всего этого мероприятия, что 30 марта было 22 градуса тепла. Для Калининграда это невиданная какая-то роскошь. Мы вообще не ожидали, что нам так повезет. В общем, мы отсняли первый, скажем так, образ, и я пошла Соню переодевать. До этого одна из моих моделей купила мне платье в секонд-хенде, и оно ждало своего часа. Вот я переодеваю Соню, она вообще ничего не знала. Она говорит, я тебе доверяю полностью. И мы начали съемочный процесс. Здесь я уже добавила и постоянный свет, который у меня новенький, вы знаете. Теперь я его стараюсь использовать по максимуму. Также мы использовали ванную. Соня, Соня, вниз смотри на книжку. Нет, Соня, у тебя вот так вот, то есть ты сверху вниз как бы смотришь. Вот сюда книжку выводи. Вот, да, и вытягиваешься все. Вот, еще разок давай. Вытягивайся, смотри, смотри. Мы с Соней фотографировались. Юля с моим супругом начали наполнять ванну. Мы выбрали такую небольшую полянку и начали подготавливать ванну к наполнению водой. Я сразу же понимала, что воды нам не хватит, и Юля еще раз ездила наполнять бутылки с водой. Благо она живет недалеко, у нее дача недалеко от этого леса. И в общей сложности у нас ушло 100 литров воды, чтобы набрать ванную. Как говорила Соня, когда я еще буду принимать ванную посреди леса, и также еще воду планировалось покрасить черной краской гуашью, но гуашь была, она просто засохла. Мы там с Ленькой ее пытались размочить в воде кое-как, и еще потом добавили красного цвета, потому что пигмент не был такой насыщенный. То есть черное не было черным, поэтому маленькие моментики я уже буду доделывать с помощью фотошопа. Началось то, ради чего мы все собрались. Соня погружается в ванную, Юля на подхвате делает дымом, создает иллюзию тумана, солнце уже село, а время уже было 6 часов вечера. То есть вы понимаете, с 2.30 до 6.00 вот мы все это время снимали. И на квадрокоптеры, и на телефоны, и на фотоаппарат мы все снимали. Мы настолько были поглощены процессом, что время, ты даже не чувствуешь, что оно как бы уходит, как бы это ни звучало грустно. Только по солнцу можно было понимать, что солнце садится все ниже, ниже, то есть солнечного света становится все меньше. И мы еще минут 40 снимали с Сони в ванной, из квадрокоптера и с фотоаппаратов. В общем, это было настолько красиво, что даже выходить Сонька из ванной не хотела. Соне было очень комфортно, вода была теплая, да, мы привезли кипяток, чтобы вы понимали. А чтобы кипяток оставался кипятком все это время, мы бутылки 5-литровые спрятали в фольге, то есть обмотали фольгой. То есть вот вам лайфхак еще один, как сохранить воду. Сейчас вы можете увидеть результат, как, что у нас получилось. Скажу одно, это крутой опыт. Для меня это опыт работы в команде, потому что те, кто знают меня лично и знают меня давно, я на фотосессиях делаю все сам. Все сама. Знаете, как песня у Алиты? Не надо, я сама. Вот это мой девиз был. Сейчас я стараюсь работать в команде, и я понимаю, что это невероятно круто, работать в команде, потому что во многом... Потому что это огромная помощь, и порой люди могут мне подсказать. Посмотри, Юнга, вот с этого ракурса вообще круто. Я, конечно же, бегу и фотографирую, и я очень люблю, когда мне дают такие советы, потому что я не всесильная, я все увидеть сразу не могу, все объять своим взором. Поэтому я очень признательна поддержке и помощи со стороны. Эти фотографии мне... Эта фотосессия мне очень понравилась. Невероятно, потому что она меня зарядила такой положительной энергетикой, что я еще ехала в машине, я еще ехала потом на другую фотосессию, я до сих пор оставалась под впечатлением от этой. Самое... Что я вам здесь могу сказать? Не бойтесь экспериментировать, это того стоит. Да, это финансово затратно, но Юля берет за свои услуги достаточно смешную сумму за ту колоссальную работу, которую она выполняет, но я ей невероятно благодарна, потому что я нашла такого же человека, который живет своим делом так же, как и я. Это огромная поддержка, это огромный стимул, что есть такой же человек, наглухо отбитый, как и я, который вот живет творчеством. Это бесценно. Так что, Юлька, знай, я тобой очень дорожу. Ну, ты знаешь уже, я тебе там уже все написала, все сказала, все, что я тебе предложила сделать далее. Надеюсь, вам понравился результат. Оставляйте ваши комментарии, понравилось, не понравилось вам фотосессия, может быть, что-то я упустила, что-то следовало добавить. Если вы хотите вдохновляться, вдохновляйтесь, пожалуйста. Просто это творческий порыв. И буду рада вашей подписке, вашим лайкам. И увидимся с вами уже точно после того, как я вернусь из Санкт-Петербурга. Я вам покажу свое маленькое путешествие и свой фототур. Поэтому до новых встреч. Пока-пока.